Уважаемые участники круглого стола, продолжая нашу тему, говоря о приоритетах, хотелось бы отметить, что ЕАЭС может и должно выступать не только в качестве Института конструктивного сотрудничества по созданию единой экономической деятельности, но и как геоэкономический посредник между Западом и Востоком с выходом в другие регионы, а также как региональный субъект мировой экономики. Об этом почему-то мы не говорим. И особо важно здесь, в особенности для Кыргызстана, не имеющего выхода в открытое море, получить этот доступ. Такое понимание облегчает также интеграцию в мирохозяйственные связи, как для каждой страны отдельно, так и в целом регионах. Однако, конечно, вопросов много, и, как все хорошие начинания, мы столкнулись с проблемами экологического развития, он и настоящий. В первую очередь, конечно же, здесь, и мы говорили, что нам необходима скорейшая ратификация законодательными органами соответствующих стран, то есть нормативно-травовая база, которая должна регулировать те процессы, создать ее условия для свободного перемещения рабочей силы, углубления прямых экономических связей между хозяйствующими субъектами, укрепления производственной кооперации, проведения согласованной политики в области водно-энергетических ресурсов, транспорта, о котором мы уже говорили, и логистики, и коммуникаций, и регулирование отдельных видов тарифов. В частности, мы должны обратить внимание на обязательства по обеспечению беспрепятственного подвижения товаров по территории государства, так как они могут не выполняться какими-то регионами. И вместо исчезновения тех же таможенных барьеров, они могут просто повышаться. В данном случае особое внимание, конечно, надо уделять гармонизации таможенного законодательства в наших странах. Понятно, что это и будет влиять на снижение товарооборота и нашего экспорта в страны. И причин здесь много может быть. Нельзя не принимать, конечно, во внимание сложность самого этого процесса и вязки интеграционных интересов с национальными и государственными интересами стран-участниками и особенностями их экономической политики. На мой взгляд, чтобы как-то добиться прорыва, более быстрое вхождение, мы должны выработать четкие механизмы реализации принимаемых в рамках Союза решений документов. Для этого нам предлагается создание и проведение ежегодного евразийского экономического форума, который сможет способствовать ускорению процессов интеграции в ключевые секторы экономики. Форум являлся экспертной площадкой по выработке стратегических решений и антикризисных программ, направленных на развитие экономической политики и АЭС. На форуме могут проводить оценку задач и возможностей, анализ противоречий между доминирующими странами и менее, оценивать потенциал альтернативного развития и возможности для его реализации. С таким предложением мог бы выступить сейчас Кыргызстан, предложив свою площадку для данного мероприятия, буквально провести все это уже где-нибудь в августе на Иссыкуте. Более того, этим форумом мы даем возможность нашим ученым-экономистам творчески сообщать, поработать, проанализировать существующее экономическое состояние государств, выработать совместные направления деятельности и разработать конкретные модели экономического развития на определенном этапе развития. В данном направлении наша ассоциация выпускников российских и советских вузов могла бы оказать всесторонную поддержку своим человеческим ресурсам. Осознавая сложность вхождения нашей страны в ЕАЭС, считается целесообразным наряду с работой Кыргызстан-Российского фонда развития, выработать соответствующую стратегию развития и Евразийского банка сотрудничества и развития, предусмотрев в ней реальные мероприятия по стабилизации финансовой устойчивости и, в частности, для нашей страны. Еще особый важный аспект в условиях реализации и экономической интегрировации – это привлечение прямых инвестиций, что было бы неотъемлемым условием успешного развития нашей страны, поскольку до сих пор мы только говорим о государственных инвестициях, в том числе и в рамках форума, в фондах, который мы обсуждали. Практика говорит о том, что прямые инвестиции более тесно связаны с экономическим ростом, чем государственные инвестиции. В этой связи некоторые положения нашего законодательства об иностранных инвестициях и налогообложениях могли бы быть пересмотрены для создания режима наибольшего благоприятствования частных инвестиций, в том числе и вопросов, затрагивающих предыдущими экспертами по земле. Говоря об экономической составляющей вступления в Евразию, часто уходит на второй план понимания вопроса укрепления единого культурно-информационного и научно-образовательного пространства. Я глубоко убежден, что на пути дальнейшего углубления нашей интеграции огромную важность сыграет для развития русского языка. Здесь также наша ассоциация готова в полной мере задействовать свой значительный интеллектуальный и профессиональный ресурс. Уважаемые коллеги, безусловно, нельзя говорить об экономической составляющей, при этом не выделяя вопросов безопасности в нашем регионе. Во многом ситуация существенно осложняется из-за неурегулированности ситуации в Афганистане. Это, несомненно, представляет собой угрозу национальной безопасности и стабильности каждому в нашем государстве. Но уверен, что намеченные меры в рамках ШОС и ОДКБ по локализации и противостоянию этой напряженности, они решат вопросы. Но, с другой стороны, хотелось бы также обратиться к руководителям других стран, что, оказывая жесткое противодействие, мы должны обратить внимание на то, чтобы не закрываться друг от друга и воздвигать искусственные барьеры, оперируя вопросами безопасности, при этом тормозить экономические процессы. В заключении хотел бы отмечить, что имеющиеся они сегодня объективные и субъективные трудности, не должны служить препятствиям. Мы не должны их усугублять и для отчетности принимать скорополитные решения. В этом плане мечтаем селесообразно формирование необходимых механизмов для поступательного, именно поэтапного нашего вхождения в рамки. Спасибо.